Вертолет Владимира Путина был обстрелян боевиками в Чечне. Произошло это в начале 2000 года. Об инциденте глава государства рассказал в документальном фильме Андрея Кондрашова. Путин. Решил, что это на самом деле салют, потому что Новый год был. Но тоже летчики сказали, какой салют мы под обстрелом. В фильме отмечается, что только по счастливой случайности никто не пострадал, и поэтому сообщать об этом нигде не стали, хотя президентский борт был действительно атакован боевиками. Официально же тогда был объявлен на сложных погодных условиях. Через 8 дней после его рождения семья Дудаевых была депортирована в Павлодарскую область Казахской ССР в ходе массовой депортации чеченцев и ингушей в феврале 1944 года. Тогда же в селе Хайбах были заживо. Сыжена его бабушка и дедушка по материнской линии. Когда Джо Хару было 6 лет, умер его отец в 1957 году. Семья вернулась на родину и поселилась в Грозном. Поступил в Тамбовское высшее военное авиационное училище летчиков имени М.М. Расковый. Дудаев был хорошо подготовленный офицер. Он окончил академию имени Гагарина, достойно командовал полком и дивизией. Его отличали выдержка, спокойствие и забота о людях. Джо Хару по заслугам было присвоено звание генерал-майора авиации. 12 сентября 1969 года Джо Хар Дудаев женился на дочери майора Алифтини Дудаевой. И у них родилось трое детей, два сына, Авлур и Деги, и дочь Дана. Вспоминал герой России генерал армии Петр Денькин. По воспоминаниям Галины Старовойтовой, в январе 1991 года, во время визита Бориса Ельцина в Таллин, столицу Эстонии, Дудаев предоставил Ельцину свой автомобиль, на котором Ельцин возвратился из Талина в Ленинград. 23 по 25 ноября 1990 года в Грозном прошел Чеченский национальный съезд, который избрал исполнительный комитет во главе с председателем Джо Харом Дудаевым. 27 октября 1991 года в Чечене-Ингушетии прошли президентские выборы, победу на которых одержал Джо Хар Дудаев, набравший 90,1% голосов. С Джо Харом вы знакомы были с какого времени? Мы давно очень были знакомы, первый раз он попытался выйти на Ельцина, провести какие-то переговоры, у него очень скромная тогда была позиция, он просил экономической, относительной такой автономии, никакого Министерства иностранных дел не собирался сдавать, о независимости речь не шла. Президент России Борис Ельцин настойчиво приглашал Джо Хара к началу мирных переговоров, которых Дудаев столько лет страстно, терпеливо и напрасно ждал, доверчивый, как и все чеченцы. Он думал, что если президент Великой Державы заявляет на весь мир, то его заявление не может быть такой бессовестной ложью. Воспитанный на вековом Кавказском кодексе чести, Джо Хар счел недостойным мужчиной в целях личной безопасности уклониться от протянутой для мира президентской руки. За Джо Харом шла постоянная охота. Российские самолеты прилетали, как только Джо Хар начинал говорить по телефону. 21 апреля 1996 года российские спецслужбы запеленговали сигнал от спутникового телефона Дудаева. По наводке самолета-разведчика два Су-25 вышли на цель и сбросили две управляемые сверхмощные бомбы. Одна попала в цель, а другая не взорвалась. Через несколько минут в Москву отрапортовали. Задание выполнено. Впечатление, что, наверное, они использовали этот сигнал для того, чтобы там навести ракету или там бомбу. Я сказал, что в свое время берите суверенитета столько, сколько можете. Сколько можете. Не берите больше, чем можете. А то надорветесь, как Чечня. Взяла больше и надорвалась. Взяла больше и надорвалась. Полина пережила обе чеченские войны, была ранена и только в 2004 году покинула Грозной. И, естественно, ребенком меня это ужасало, это все пугало. Но самое страшное было, когда я видела мертвых людей после бомбежки, которые лежали вдоль улиц. И их, значит, укушали собаки, бродячие собаки, которых было очень много. И вот, когда я это увидела, первый раз, мне было 9 лет, и я, значит, просто до сих пор вижу это в кошмар. У нас осенью 1994 года бомбили самолеты. Они бросали бомбы прямо на город, на людей, много людей погибло. И при этом у них не было опознавательных знаков. И Москва официально отказывалась. Они говорили, что мы не знаем, чьи самолеты бомбят. Внешняя ситуация в Чечне за последние годы успокоилась, и Грозной роскошно отстроили заново. Однако, как считает Жеребцова, город создан на крови десятков тысяч погибших людей. Похоронены жизни, похоронены судьбы, и жить там, и при нынешней диктатуре против власти нельзя сказать ни одного слова. То есть человек окажется либо в тюрьме, либо покалечен, либо убит. До сих пор место очень неспокойное и очень тяжелое, без всякого намека на демократию. Продолжение следует...